Приветствую вас на Allstate Online. Это обзор основных фичерных рынков и начнем мы по традиции с экономического календаря. На следующей неделе, понедельник-вторник, будет более-менее без каких-либо market moving индикатор новостей и отчетов. И вот календарь, собственно, начинается уже со среды только. По списку у нас идут индекс длой активности в производственном секторе по Китаю, потом ВВП Британии в 9.00. Это будет первый квартал. Далее один из важных в 10.55 по Германии изменение количества безработных по безработице сабота счет. И также будет по количеству занятых в нескольких известном секторе от ADPF. Это США 15.15 по Москве. Так, и запас сырой нефти. Это все будет в среду. Такой плотненький небольшой список событий 30 июня. В четверг на востоке в Гонконге выходной в Канаде день Канады. Соответственно, и у нас идут отчеты в основном по индексу деловой активности Китая, Японии, Германии, Британии и в завершении США. Это все в четверг. Если вы используете индекс деловой активности, соответственно, этот четверг будет для вас достаточно интересным. Я в целом на эти индексы не очень полагаю, потому что очень сложно представить даже как эти индексы формируются. деловой активность. Тут в пятницу изменение числа занятых, опять же, нести в хозяйственном секторе, США 15.30 и уровень безработицы. Это все будет уже в пятницу. То есть будет лайт его неделя без каких-либо сложных и важных и мощных и сильных новостей. На этой неделе считалась Британия и Китай по процентной ставке она не изменилась. Соответственно, учитывайте это. То есть каких-либо сильных отклонений по процентным ставкам ни Англия, ни Китай пока не произвели. Итак, перед вами Сиэль. По традиции мы начнем с нефти, так как человечество потребляет черное золото практически во всех сферах своей жизни. Не только в обогреве, либо же в моторах и двигателях внутреннего сгорания. Из нефти делают практически все. Вот зубной пасты заканчивая лекарствами. Поэтому эта жижа пока еще действительно новая золото. Сейчас ценник на нее 73 доллара. Собственно, прошлая неделя, это контракт август, отработали уровень поддержки, который еще тянется, наверное, с начала июня. То есть вот эти три локации, они так и остались, протестили их и, собственно, это четверг-пятница. И на этой неделе вы увидите, что 4-5 дней, из них 4 в Дельта Наба. Это поставка в августе. Вот это вот по текущей активности. Дальше мы можем обязательно, вернее, мы должны отметить вот этот уровень. Сейчас выберу стакан, чтобы не мешал. 72,8, 72,85. Здесь очень большое количество Дельты было в 22 числа. То есть прям так хорошенько. Сейчас вы видите профиль в кластерах. Это непосредственно дисбаланс по Дельте. Здесь выбросили 1900 и 1600 контрактов дисбаланс солеров-байеров. То есть расстановка сил была вот в таком формате. Сейчас вам покажу. 21 тонна против 19, и 14 тонн против 16. Ну вот так и получилось здесь 1600-1800. То есть две цены достаточно точечно приложились и, соответственно, берите на заметочку. Так, 72 тоже берем во внимание. Здесь суммарно из прошлой недели текущая как раз 1200 контрактов. Вы видите 1280-1280. Это не совпадение. Таких моментов очень много. Прям, ну очень много. Так, это вот чуть темнее уровни означает, что они второстепенные. Так как там одна цена здесь уже поактивнее. И обратите внимание, 73,30 и все, что выше, у нас проторговка идет очень неплохая на байерах. Значит, по Дельте, особенно вот 73,6 и до 74, вот здесь в среду хорошенько приложились. И по поддержке еще стоит взять вот этот диапазон. Вот тут отработали. Значит, вторник протестил его, четверг попрощался. И вот пятница, пока не пробьет потолок четверга, лучше повременить с покупками. Вот если уже начнут атаковать потолок четверга, соответственно, они уже явно будут атаковать и, наверное, до среды, до макушки 74 и 25. Тут как раз байеров предостаточно. И тут будет уже по целям, я даже не знаю, куда они могут выйти. Это если в случае, что эти все покупки за четыре дня, они дальше будут расширять. Давайте посмотрим ядро. Ядро у нас получается 73,40 по 72,60. По целом динамике недели у нас получается понедельник стартанул с 72 до 73, с копейками и в среду уже были на 74. Небольшая коррекция. Мы висим пока как раз на верхушке понедельника, где был пидстоп вторника. То есть вот здесь, грубо говоря, вот эту поддержку, которую создали в понедельник, они пока еще не осилили. То есть тактически, сейчас я включу дельтовый формат, вот этот уровень я взял бы как важный фактор. То есть второй еще, который должны выдержать, это 72,3. Это вот ближайший такой мощный. И уже последний блокпост, это вот эта вся площадка на этой неделе 71,7, 72. Второй уровень поддержки по значимости. То есть здесь вот я выделю даже вот таким образом, чтобы вы запомнили эти коридоры. Вот этот, потом точечно, вот только эта цена 72,3 могут протестить. И вся вот эта активность 72,6, 72,85. Это все тоже уровень поддержки. Давайте вот так вот сделаем. Вот это вот основной коридор поддержки. И потом идет второй 71,7,72. Ну 72,3 можно в принципе как в тот коридор добавить дополнительно, так и в этот. Но в целом возьмите на заметку. И вот по хаям достаточно плотно. Видите, коридор поторговали байеров. Есть шансы, что все-таки пойдут выше. Есть шансы. То есть я не говорю о том, что там прям все отлично складывается. Тут по открытому интересу, значит, ликвидность выслил уже на 300 тонн, 300 с копейками оборот. И по открытому интересу особо таких прям вбросов не обнаружено. То есть были открыты позиции как раз в тот день, когда было расширение. Это все в норм. Частично зафиксировали. Вот фиксация была. То есть у нас, получается, старт был на 425К. Это было 18 числа. И 20 мы уже стартуем, по сути, с... Вернее 21 с 444. То есть у нас, получается, на 20 выросли. И до 427, то, что в принципе они в пятницу оставили, во вторник уже, в принципе, они вернули обратно. И так и висим 427. То есть 4 дня идет без изменений. Вот эти все амплитуды, абсолютно никакого прироста по позициям пока не замечено. Вот. По ликвидности самый топовый понедельник, потом вторник и, соответственно, среда. Вот эта сеточка, она нам сейчас будет на Буан. То есть сам факт того, что на 73-74 котировка не падает и не валится вниз под давлением желающих заширтить такую дорогую нефть, а стабильно 4 дня удерживают на хаях, в принципе, есть шансы. Достаточно они не маленькие. Самое главное, вот, не поспешить и не влезть в, когда будут толпу выбрасывать. Если же все-таки мы уходим с этого уровня на шорт, то я бы уже начал присматриваться к шортам уже, когда уйдут ниже 72-й. Когда они вернутся на свои уровни сопротивления вот здесь. Вот прям в прошлой неделе. То есть, в принципе, вот здесь уже есть такой уровень 73-25-73, но должны пробить как минимум хотя бы ближайший уровень саппорта. То есть вот этот диапазон. Потом уже на коррекции можно запрыгивать. Это был нефть. Продолжим. Второй у нас будет золото сегодня в обзоре. Итак, с прошлой недели у нас была достаточно неплохая динамика двухдневная четверо-пятница. С 18.50 мы немножко ушли на 17.75-17.80 и здесь вся неделя практически в узком коридоре так и простояла. Без каких-либо даже намеков на динамику, либо же стремлений вырваться из коридора. То есть просто стоят 4 или 5 дней, 5, sorry, 5 дней все-таки простояли. Без каких-либо особо мощных колебаний. То есть вот эта ликвидность, которая была 17-го числа, она до сих пор топовая за этот контракт. И на этой неделе уже обороты были просто в норме. В рамках рабочего объема, то есть стандартные. Открытый интерес тоже идет постоянно на снижение. То есть из этого шорта потихонечку выходит. Соответственно тут объяснимо, почему дельта такая была и 21-го числа, и 24-го, и сегодня. То есть котировочка достаточно плотно удерживается. На данном минимуме в этом контракте. Соответственно это означает, что у селлеров есть какие-то предпосылки и интересы на этом диапазоне. Если бы не было здесь такого количества селлеров, чтобы цена 5 дней удерживалась на месте, в балансе. Соответственно байеры уже давно создали какую-то коррекцию. Хотя бы до WP в районе 18-50, 18 даже хотя бы 30. А так 5 дней под чутким контролем продавцов. Здесь сразу можно взять на заметочку вот этих агрессоров на шорт. Они здесь как раз разместились. И по точечным таким вбросам, вот по эти биктрейды, были по лоям среды. То есть это как раз самое злачное место, где байеры точно будут на встречку. Можно разместить хорошо объем. И такие вот, мы видим, точечные еще вбросы были неоднократно. То есть еще перед падением даже я отмечал вот здесь пару дней. Вот. Там еще были. Но это на том контракте. Соответственно, отчасти здесь неплохой коридор вроде по дельте на покупку. Но опять же, открытый интерес там абсолютно не прибавляется. То есть мы можем его отметить. Но это по большей степени я бы отметил как фиксация. То есть не такой уж и надежный коридор. То есть будьте осторожны с этим. Я его отмечу для вас, но вы уже принимаете решение сами. То есть самый плотничок это 83 по 90. Это вот самый плотненький без каких-либо. И такой немножко уже послабее. Это 79-83. Значит, если так 17-90 и не смогут осилить покупатели, покупать точно не стоит. То есть если у них даже такой диапазон не смогут пробить, то вот среду они его тестили. Соответственно, не стоит пока даже и пробовать на покупку заходить. Плюс, если отреагирует, ну, отработает нефть рост хотя бы там еще на следующей неделе. Соответственно, ну, вполне могут еще подрасти по золоту. То есть хотя бы коррекцию создать. Если же нефть начинает коррекцию со следующей недели, то в целом, как бы, золоту особо тут и нечего держаться на таких ценах. Вот такая вот эта. Итак, а вот ситуация на евро. Пара евро-долларов. Вторая неделя уже полноценного объемного контракта сентябрьского. Здесь начало было интересным. То есть там два дня немножко набросали объемов и три дня отличного движения с 317 на 187. Значит, тормозили, что в целом видно 12 числа, ой, 17 числа 12 тысяч контрактов. Вот ядро это отмечено 19,55,198. Также стоит отметить коридор 194 по 191. Это тоже поддержка неплохая. Но, 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 но. Значит, здесь получается по открытому интересу прирост позиции закончился как раз вот этим 17 числом. Потом без изменений, а потом начали потихонечку, потихонечку, не сильно, не глобально как бы фикситься. То есть на вот этот рост не вкидываются особо в новые сделки. Кэш не заходит. Плюс объем на этом коррекционном моменте идет на снижение с каждым днем. То есть какая-то коррекция, видимо, не особо многих устраивает. То есть, соответственно, есть достаточно такие сомнения в том, что здесь как бы формируется разворотная точка на покупку. В целом, я покупки, вот чтобы так разворачивался рынок, редко как это видел. Зачастую как раз вот этот слабенький, ну, ответка от байеров здесь, ну, прям, ну, сильно тяжелая. То есть три дня еле-еле растянули там с 19 по 20. То есть три дня просто. Вот такая реакция. Причем дельта до этого была на покупку и два дня еще была здесь. Значит, вот этот уровень сопротивления возьмите точку точно во внимание, потому что вот здесь три цены. Это было в среду. Что четверг, просто не осмелились расширить. Что пятница. То есть два дня просто стоят в таком узком коридоре. И плюс вот это сопротивление, они просто боятся пробивать. Такое ощущение, что оно четко, как бы там позиция продавцов прям очевидна. Вот. Не пробьет еврик это тур и, соответственно, будем дальше корректировать, идти на снижение. Вот. По поддержке тут вы видите, что 19.35 по 19.91 здесь достаточно много дельты на бай. Но, как видите, она пока особо не создает такой реакции, какую мы ждем. То есть, возможно, будет снятие с топорей, потом уже простел на север. Но пока не появится нормальный объем, который сможет продвигать цену долго и стабильно, не стоит запрыгивать. То есть, когда начнутся утренние открытия на еврике при очень хорошем объеме. Если мы посмотрим сейчас на часовик. Так, у нас получается 13.06. Я вам подскажу просто примерно, какого масштаба. Так, открытие 28 тонн, 25-36, это 18-го числа открытия. Потом, 35к только на Евросейсе открылась Европа, вот, 17 тысяч. 25-25, это открылась уже Америка. Вот. 20-20, это вот чуть-чуть послабее. И вот 20, хотя бы 20 со старта, это уже хороший показатель. То есть, и закрылись они вон 16-го и 79к. То есть, вот здесь вот прям разнесло всех. Ну, не закрылись, а в этом полете, в общем. Поэтому вот на эти цифры ориентируйтесь. Выше 20-ки, если начинается открытие на Европе или в Америке, уже интересно. То есть, есть шансы, что крупный игрок утром есть, и тогда можно в эту сессию уже пробовать и поддержку протестить, и прощупать сопротивление. До этого, если будут вот такие сессии, как здесь, просто лучше не лезть, потому что это просто мясорубка. Это был Еврик. Биток. Но биток именно с биржи ЦМЕ. Значит, смотрите, первая неделя более-менее объемного контракта июльского. И у нас, получается, сценарий, который был сейчас в прошлой неделе, откорректировались на 2 дня. И 22-го числа у нас оборот 4 тонны. И, как вы видите, около 2,5 тонн поддерживается, я так понимаю, рабочий специальный уровень по ликвидности. Здесь был повышенный объем только в 22-го числа. И прошу заметить, что котировка вроде бы начала движение на шорт, но тут же вернулась обратно в 22-го числа. Таким, как бы, вроде затянули в шорты людей и, соответственно, начали корректироваться сразу обратно, чтобы выбросить по стопорям. Что еще замечено, что очень похоже Дельта. 2 дня на шорт. 400 контрактов, 385. Вот. Локация, где сосредоточены все эти продавцы у нас, получается. Вот. Коридор 34300 по 33400. Если ценник не сможет выйти из этой ловушки, соответственно, есть шансы, что мы все-таки биток потеряем до 28, то он может быть еще ниже. То есть, летом, судя по всему, майнеры отдыхают и никому сейчас дела до крипты нету. Они все сняли кэш, который заработали за осень, зиму, весну и уехали отдыхать куда-нибудь подальше цивилизации. Вот этого всего криптомайнинга. И спекуляции. Вполне похоже на это, поэтому коррекции вполне... Ну, других объяснений, как бы, технически, как бы, пока нет. Чтобы там что-то рухнуло, либо же неправильная формула. Ну, в общем, фундаментальных факторов, чтобы дальше падал биток, по сути, чисто социальный, как бы, эффект. Фактор, фактор, да, вот. Значит, 3400 пытаются подбирать, вот, с определенным коридором, если вы заметите, кто-то подкупает вот эту всю электронику. И давайте посмотрим, 23,4, 30, да, по 30 контрактов покупают просто вот через каждую, там, 300 долларов фактически. Почти 300 долларов. В общем, ну, замечено. То есть, соответственно, вот здесь можно поглядывать на предмет повторной поддержки. И 21 числа здесь у нас есть 32,800. Ну, в целом уже вынесли всех этих байеров, поэтому тут нужно смотреть на последние сессии. По открытому интересу здесь набирают позиции, особенно прирост был 24, 23, 22 числа. А там дельта как раз у нас фигурирует именно на продажу. То есть, дельта на неделе, это и на покупку была только 21 числа, и то 22 контракта. То есть, самое мощное, это вот эти вот две сессии. Вот на них стоит ориентироваться. Давайте я вам покажу срез по неделе. Так, я так не настроен сейчас. Вот. То есть, у нас основная проторговка, это 32 тонны по 34. А по дельте у нас тут просто покупок, по идее, еще и найди. То есть, чуть-чуть купили на 32,800. Все остальное, по сути, вы сами видите. В общем, я вам вот сейчас покажу. Вы уже все красные уровни, это агрессоры на продажу. То есть, здесь их просто пруть-пруди. Шансов, что выйдут на покупку, очень пока мало. И не стоит пока сейчас спешить. Возможно, будет дешевле еще. И там уже подберете на бай. Итак, по завершению у нас идет рубль. Как видите, сейчас клика с прошлым контрактом, с июньским. И степень ликвидности на рубле, ну, как началась в конце апреля, вот обороты, она держится до сих пор. То есть, вот те, которые мартовские и в начале апреля, объемы были там по 6 миллионов, по 3, по 4. Они уже в прошлом. То есть, здесь как бы даже не выстреливают за 3 миллиона. Ни одной сессии пока еще нет на новом контракте. По дельте. Вся неделя фактически на шортах, как вы видите. То есть, мы 4 дня как раз корректируемся. Тяжело идут последние 2 дня по сравнению с теми покупками, которые были 72-го числа. Ой, 72-го числа, 72-ой отметки. И также прошу заметить вот этих ребят, которые еще сражаются за динамику на снижение. Вот у нас продавцы. Но также есть и байеры. То есть, тут как бы не в одну сторону идут удары. Тут продавцы есть, но покупатели тоже простреливают. И судя по всему, вопрос еще 73-й, 72-800 еще не решился. Давайте посмотрим без клейки, что там происходит. И у нас получается пятница. Вот выстрел был на новом контракте 18-го числа. Байер-байер. То есть, 2 крупных байера против селлера. И селлер-байер тоже на хаях. 4 сессии из 5 дельта, 80-200. Особенно возьмите во внимание 23-го числа. И 25-го сегодня минус 85 тонн. То есть, вот на шорт. Распределение по диапазонам. Здесь аккуратненько все четенько. 73-900 по 74-100. Аккуратненько каждую ценушку зашортили. Сопротивление прям красивое. Далее у нас получается по открытому интересу шли прирост позиций до пика вот этого движения. До 74-й. Потом у нас получается без особых изменений. Тут на 20 тонн упали. И пошел прирост 87-2 миллиона 719. Последние два дня вот эти вот открывают позиции. Напомню, по дельте там еще шорты идут. Поэтому еще можем идти на снижение. Плюс сейчас ценник на диапазоне именно активности продавцов. Тут 73-500 по 72-750. Все на продажах. Это новый контракт, свежая котировка. Диапазон байеров это вот 73-800. Соответственно, пока цена сюда не вернется. На свою территорию, грубо говоря, там где байеры могут подхватить этот уровень. Пока они уронили цену ниже. То есть, пропустили цену ниже своего коридора. И терпят убытки. Но позиции открываются новые. То есть, соответственно, и дельта здесь, как видите. Давайте по неделе посмотрим. Ядро у нас на хаях 74 по сути. И второй по значимости уровень как раз 4 плюс 5. По дельте у нас чисто текущая неделя. Соответствует вот уровень сопротивления. По покупкам эта дельта осталась еще с прошлой недели. Начало. Так что, если цена не сможет пройти даже 73-350, 73-550. Соответственно, покупать пока не спешите. 1 диапазон сопротивления, а второй. По поддержке, ну вот, пришли они на самую последнюю точку, где может вообще произойти поддержка в новом контракте. 73-я отметка. Так. И остался у нас S&P. Пробежимся по S&P. Там в целом похожая картина. Но они сделали вот такую рокировочку в начале контракта. Значит, вроде бы показали падение на прошлой неделе. И 21-го числа за практически одну сессию уже половину отработали на север. И единственная сессия, это вот была такая педстоповая. 23-го числа. Четверг еще, скрипя зубами, но попытался за 42-50 толкнуть цену. Как видите, пятница пока спокойна, без проблем. Удерживается на хаях контракта текущего. Соответственно, вот эта дельта на бай, она, ну, дает понять, что там, как бы, всех очень аккуратненько обманули. Пока процентная ставка находится на таком низком уровне. Соответственно, ну, вынимать кэш из фондового рынка никто не собирается. И много акций сейчас, конечно, на хаях. То есть, перегреты очень сильно. И, ну, нужно следить, когда начнут пакета сбрасывать. Вот, допустим, на прошлой неделе были пакеты сбросов Фейсбука с самим Цукербергом, если не ошибаюсь. В Walmart начали сбрасывать. Ну, и в целом, посмотрите, за последний месяц или неделю, там, вот этот Уоррена Баффетта, компания, которая очень сильно там капитализирована, она тоже немножко просела, там, на 4%, кажется. Ну, банки тоже так аккуратненько, но у этого Уоррена Баффета просела, причем там Walmart продавали очень сильно. На прошлой неделе. Давайте. Ну, вот уровни поддержки. Значит, более такой плотный коридор 42-24 по 42-14. Саппорт этой текущей недели, то есть более свежие уровни. Ценник у нас находится на хаях недели. И тут еще есть диапазончик очень плотный, 42-39 по 42-47. То есть, вот уровень. Сейчас немножко точнее поставим. Ну, вот коридор этот. То есть, если цена при коррекции даже не сможет вот этот уровень первой поддержки пробить, это очень показатель хорошей активности байеров. То есть, как раз совпадает с этим коридором. На сегодня все. С вами был Миша Лемах. Встретимся в следующем обзоре. Пишите в комментариях вопросы. Или же, какие рынки вы бы хотели рассмотреть на следующем обзоре. Прибыль на неделе. Ставим лайк, если вам обзор интересен и информативен. Или дизлайк, если абсолютно не полезно, не информативно. И делитесь с друзьями, ставьте колокольчик, подписывайтесь. Ну, и вся процедура. До свидания. Пока.